находитесь поисках того что приготовить вкусного на обед или ужин в самоизоляции потому что все уже успела поднадоесть ассортимент ингредиентов у нас у всех сейчас ограничен но я постараюсь вас сегодня удивить будем готовить вкусное простое блюдо за 15 минут в одной сковороде его можно готовить как обед а можно подать как ужин и будет просто замечательно вся семья будет довольна а вы освободите время для себя для своих дел начинаем все очень просто меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть у меня одна крупная морковка весом 300 граммов я ее разрезаю на три части просто чтобы удобнее было ее нарезать затем каждую часть нарезаю тоненькими пластинками а затем нарезаю тоненькой соломкой в разогретое масло отправляю брусочки морковки и оставляю обжариваться а мы продолжаем с вами готовить еще у меня есть вот такая маленькая луковка на самом деле для этого блюда лука больше не нужно она нам нужно просто для оттенка нарезаю лук мелко 250 граммов тыквы нарезаю пластинками а затем кубиками размером около сантиметра добавляю наше небольшое количество лука теперь перчу по вкусу конечно я люблю побольше перчика все перемешиваю для того чтобы овощи пассеровались равномерно и заодно перчика нам останется только аромат теперь на среднем огне оставляю на 35 минут для того чтобы овощи хорошенечко поджарились прошло пять минут овощи пассеровались теперь добавляю к ним кубики тыковки и еще половину чайной ложки зиры она отлично сочетается и с тыковкой и с морковкой все хорошенечко перемешиваем и оставляем пассероваться чтобы и тыковка приготовилась еще у меня есть полкило куриной грудки грудку я нарезаю средними кусочками около двух сантиметров потому что если повезать курицу мелко она пересохнет во время приготовления а я думаю все любят сочную курочку загружая курочку к овощам теперь нам нужно перемешать огонь я сейчас прибавляю до среднего и необходимо подождать пока курочка побелеет больше ее обжаривать не нужно для того чтобы она осталась сочной и нежной как вы видите курочка побелела самое время хорошенько все посолить я солю по вкусу и теперь прямо в сковородку добавляю 700 миллилитров воды прибавляю огонь до среднего для того чтобы наша водичка быстрее закипела и для этого же накрываю еще крышкой а теперь в этот вкусный красивый бульончик я отправляю 500 граммов отварной перловой крупы кстати для того чтобы это было удобнее я перловки варю всю пачку разделяю на пакетики и убираю в морозилку и всегда когда я хочу сварить рассольник или что-нибудь вот типа такой вкусняшки приготовить у меня есть отварная перловка очень удобно теперь распределяю по поверхности накрываю крышкой и оставляю на 5 минут на самом маленьком огне посмотрите только какая красота и вкуснота у нас получилось большое количество подливки либо соуса в общем можете назвать это как угодно но мой муж просто в восторге и конечно я решила обязательно с вами поделиться таким простым и вкусным рецептом тем более на самоизоляции наша фантазия как говорится нас и выручает потому что вот самые самые простые ингредиенты у меня осталось много тыквы и я нашла и вот еще такое оригинальное применение и конечно перловка в таком замечательном сочетании за играет новыми красками приятного аппетита обязательно попробуйте я очень сильно надеюсь что вы попробуете это блюдо что она вам понравится и займет достойное место в вашей копилочки но приготовит обязательно жду ваши отзывы для меня это очень важно если вам понравилось вот такой полет моей фантазии весьма затрудненных так скажем обстоятельствах поставьте пожалуйста лайк поддержите нас мы очень стараемся несмотря на самоизоляцию вот здесь появится еще наши новые полезные интересные и обязательно вкусные видео с вами была самоизолированная мария мироневич я желаю всем любви добра здоровья и конечно отличного настроения